Приветствую вас, мои дорогие зрительницы! Вы догадываетесь, где мы? Мы в примерочное Uniqlo, самый большой, самый шумный и самый мой любимый, наверное, с вами тоже примерочное Uniqlo. Вы видели, я ходила по залу, ничего особенного там не было из новой коллекции. В общем, мало, просто довольно вещей из новой коллекции. Но я все-таки вот нашла какие-то интересные вещички, на мой взгляд. Ну, в общем, что-то, чтобы примерить. Просто вот несколько вещей очень красивого цвета. Интересная такая джинсовая куртка, платье вот этот слип-дрест. Ну, в общем, брючки какие-то хлопковые. Сейчас все померяем. Быстро показываю себя. Сейчас вот в это зеркало, лучше, наверное, будет видно. У меня такое платье под синюю змею. Желтые сапоги камшевые и кофта. Потому что все еще зима, и у нас все еще холодно. Вы знаете, что я сначала решила поменять эту юбку с моей кофтой. Мне кажется, они очень по цвету подходят. То есть я так застегнула на кардиганы, получилось просто как свитер она. Я хочу вам показать эту юбку просто как юбку плессированную, которую ее Никлон делает каждый год. Они делают по одной плессированной юбке, немножко разного цвета, такого цвета ясикового. В этом году они сделали, видите, вот такой вот немножко сложной плессировкой, вот такой сложно подчиненный сверху так, потом так. По-моему, это не очень актуально, если честно, сейчас уже немножко вышло из моды. Но я очень люблю плессировку. Я считаю, что плессировка никогда вообще не выходит из моды. У меня полно юбок плессированных. Я их ношу. Они из трех цветов. Такая серая, черная и очень красивого лавандового цвета, которые очень трудно с чем-либо сочетать. Я хотела сначала ее принести, померить, потом я поняла, что это челлендж невероятный, потому что я не смогу ничего к ней найти подходящего, потому что она очень сложного цвета. Просто очень сложного. Поэтому я решила вот так отхалявить и взять серу, которая абсолютно все подходит. Качество у меня есть некоторые претензии. Вы посмотрите, видите, вот здесь вот шов какой-то такой заваленный. Считана очень так себе. Что странно, потому что все-таки для Никло обычно неплохое качество. Даже если состав какой-то синтетический, то у них неплохой пошив. А вот с этой юбкой что-то они, конечно, очень подкачали. Но издали она выглядит неплохо. Хорошая длина. Это размер медиум я примеряю. И вот такая вот юбка. С моим свитером я ее примерила. Сейчас попробую тут со всякими вещичками, которые я принесла. Если вы помните эту блузку коллаборацией J+, я примеряла ее в одном из своих видео в предыдущем. Но они тогда были по полной цене. Они стоили 60 долларов. Сейчас она на селе стоит 19. Я думаю, что я за 20 долларов, наверное, на нее все-таки раскошелюсь. Потому что она очень интересная, очень широкая. Это размер с молном ней. При этом она вот такая вот объемная. Но она, в принципе, такая должна быть. У нее очень интересный крой. Вот какие-то вот эти двойные застежки, двойные мкадовцы. Хорошее качество. То есть, в принципе, вот на то качество и, в принципе, тот фасон, который она имеет. 20 долларов – это вполне-вполне хорошая цена. Я, наверное, с ней уйду. Но не уверена. Посмотрим. Эта блуза из района. Но не 100%. У нее район и какой-то там пылеский смешанный. Мне очень понравился ее цвет лавандовый. И очень интересный крой. Посмотрите. Они есть такие черные, есть белые. Серые. Не помню. Но с этой юбкой, может быть, не идеально. Может быть, если ее заправить в юбку, то будет лучше. Мне не очень нравится вот этот воротник стойка. Я не очень его люблю. То же самое, кстати, в этой вот J-Plus блузе. Такой же воротник. Но он как-то мне выглядит лучше. А здесь прям как-то, вот знаете, не очень на это люблю. Но сама по себе блузка очень интересная. Мне очень нравится ее вот такой вот крой. Давайте я попробую заправить юбку. Посмотрим, как это вот выглядит. Нет, не очень. Она выглядела бы лучше, если бы я была дана другой комплекции. Потому что вот это вот все образует такой большой верх. Вот такой вот, знаете, не очень красиво. Но, может быть, я сейчас померю с брюками. И вообще сейчас сниму эту юбку, потому что я принесла только для примерки. А на самом деле она мне не очень-то и нравится, если честно говоря. У меня есть джинсовая курточка здесь. Ну и вы знаете, что вот с этой вот блузой проблема, что на нее сверху надеть какую-то верхнюю одежду, куртку или что-то такое очень проблематично. Вот за счет вот этой проймы, ну, красота требует жертв. Слушайте, я вам хочу сказать, очень простые, очень базовые брюки на резинке, льняные, хлопковые. Хлопковые, скорее всего. Они тоже есть в нескольких цветах. Есть такой цвет, есть такой, как бы там, кэмэл. Это песочный, да. По-моему, есть еще черный, я не помню. Я снимала в зале, не помню. Но я хочу сказать, они очень, очень неплохо выглядят и очень неплохо сидят. У них такая хорошая длина. Они не длинные, не короткие. Трехники подстреляны немножко, но это сейчас модно. Сверху у них резинка. Вот просто вот так вот тупо резинка. Сверху донизу, спереди и сзади. Карманы, они немножко просвечиваются. Видите, карманы просвечиваются, потому что они светлые. Но если надеть светлое белье, то все будет нормально с ними. И, в принципе, они довольно неплохо сидят и довольно неплохо выглядят. Вот я бы тоже сказала, что они не сильно-таки меня толстят, хотя они светлые. И вот с этой вот плоско-сиреневой интересно такое получается сочетание. По-моему, неплохо, девочки, да? Как вы считаете? Мне прямо они нравятся. Хорошие такие брючки, знаете, очень... Ну, такие базовые, но очень... Ну, такие хорошие, вот знаете. Длина хорошая, шлина хорошая, резинка на поясе, то что она. У меня еще есть такой розовый кардиганчик, розово-лавандовый. Нет, плоско-лавандовая, а кардиган розовый. Но он тоже симпатичный, очень неплохой. Он немножко короче. Я, вы знаете, сейчас померю, наверное, с этой синей рубашкой. Она подлиннее и будет так сильно торчать. Единственное, что она тоже очень широкая. И вот к такому кардигану нужно вот рубашечка такая поуже, чтобы она, знаете, не мялась, не комячилась, а была так ровненько лежала. Вот, тогда было бы неплохо. Но в принципе так тоже неплохо. Мне кажется, очень-очень симпатичное сочетание. Вообще, блюки эти действительно очень нервные. Они абсолютно ко всему подойдут. Их можно абсолютно совсем носить. Давайте я вам пока сниму юбку эту глушку, потому что я думаю, что я больше не буду ни с чем примерять. Значит, в юбке что удобно? Вот этот пояс, это резинка. И он тянется, но в то же время он не выглядит как резинка, он выглядит как пояс. Поэтому нужно что-то заправить внутрь, но в то же время это очень удобно, что эта резинка, это не ларч, это неправильная этикетка здесь. Значит, я примеряла размер медиума, она стоит 50 долларов. Девочки, она не стоит 50 долларов ни в каком виде. 100% полиэстер и подкладка полиэстер. Тоже поддорожали. Эти юбки у них пассированные стоили по 40, сейчас они стоят по 50. Шито оно так себе, как эти кривые какие-то в швах. Эта пассировка. Вот этот фасочек такой немножко уже не очень модный, современный. Так, блузка. Я примеряла смол. Она стоит 40 долларов. Да, вот это написано, что она фиолетовая. 76% район, 24% полиэстер. Она очень приятная. На ощупь и к телу. Но она такая, знаете, не затейливая. Не очень удобно. Вот эта пройма такая, вот знаете, цельнокроенная. Во-первых, она очень уменьшает плечи у кого-то так маленьких. Во-вторых, вот этот фасон, он не очень удобен, вот что-то надевать сверху. То есть, и заправлять ее некрасиво. Нужно только носить ее, как верхний. Намного лучше она выглядит с брюками. Это блуза. Джей Плюс. Напомню, где этикетка сейчас. Пардон. Мадам. Вот, вот такая. С юбкой я примерялась этой серой. Да. А с брючками очень даже хорошо. Прям так, знаете, носит плот именно с такими вот светлыми брюками. Мне кажется, классно. Мне кажется, очень хорошо она выглядит. Такой фасон, который нужно носить с брюками как раз. С джинсами можно, с более светлыми. Со светлыми такими брюками очень хорошо. Мне очень нравится. Смотрите, какую я нашла интересную джинсовую куртку. Они есть разные. Вот эта подороже немножко. Она стоит 50 долларов. Там еще и за 40 такие потоньше, пожиже такие. А эта, она вроде бы как и блуза, и куртка. И она довольно плотная. У нее здесь карманы. Потом вот здесь карман. Она такая, знаете, такая солид. Вот, как по-английски. Солидная. Она такая, знаете, тяжелая. Ну, такая хорошая, тяжелая вещь. Такая не сопля какая-то, а очень такая хорошего качества. Хороших толстых джинсов. И интересно тем, что она как бы... Джинсовые курточки, они часто бывают вот такие подстреленные, коротенькие. А эта, во-первых, длинная. Во-вторых, у нее нет внизу никакого пояса. Вот, знаете, в джинсовках бывает такой вот пояс внизу. А эта нет. И она именно вот сделана даже как блуза, но в то же время куртка. Очень хорошая вещь. Мне очень нравится. У нее такой в полосочку джинс такой тоненький. Тоже придает некоторого элегантности и интереса. Ну, конечно, цены у них сейчас такие, что 50 долларов. Ну, посмотрим. Так, давайте я вам сниму эту грузу. Я примеряла размер смол. У меня есть еще здесь медиум, но медиум очень большой. Я решила остановиться на смол. Стоила она 60 долларов. Сейчас она стоит 20, как я уже и сказала. Если ничего не путают, если напутают, то напишу. Сто процентов хлопок. И сделана она, опять же, очень интересно. Опять у нас вот это вот хлопали дверями, там, крики, бопли. Девочки, я думаю, что вы уже привыкли, обращайте внимание. Я совершенно не понимаю, почему нужно... Нельзя просто взять и закрыть дверь, а нужно лямать ее пять раз, прежде чем закрыть ее окончательно. Ну, я понимаю, что никто не должен входить в мое положение, что я тут снимаю. Ну, просто даже по-человечески, да? Зачем нужно вот эту вот громохраню? Старая брызга. Я. Про себя. Видите, у нее интересная застежка такая вот здесь вот. Она как будто бы двойная, в общем, скрытая. Ну, интересно. Здесь вот она, видите, так вот. У нее два слоя как бы. Интересная кофта. И брюки, наверное, я сейчас сниму. Ну, я больше сниму. А, да, вот что я могу сказать. Хотя я пробовала ее надеть вот с этим кардиганом, с моим кардиганом, нехорошо. Потому что она очень широкая внизу, такая расклешенная, да? И вот с этой вот курткой джинсовой, которая длинная, и как бы ее перекрывают сверху нормально. А со всеми коротенькими кардиганчиками получается очень смешно. То есть вот такой кардиганчик, а из-под него такая юбочка клешенькая из этой вот бутылки. Некрасиво. Давайте я вам сниму сейчас брюки, потому что я вроде бы уже сниму все. Так, я вам хочу сказать про эти брюки. Они мне очень понравились. Единственное, что они немножко светятся. Совсем чуть-чуть. Там есть потемнее, они, наверное, приятно. Вот этот цвет светлый, они светятся. Но у них карманы. Вот так вот резинка по всему периметру, по всему поясу. Это очень удобно. И хорошая длина, и ничего не надо отрезать. Это тоже из новой коллекции. Стоят они 30 долларов сейчас. Я примеряла размер medium. И сделаны они из... Сейчас посмотрю, из чего, не пойму. А вот, 100% котов. Классные, классные брюки. Вы знаете, девушки, на лето. То, что надо. Правда, вот такие простые, базовые, без всяких. Однодел и пошел. И все, что угодно, им к ним подойдет. И все, что угодно, с ним будет хорошо. Хорошая вещь. Так, я немножко такая в неглиже. Сейчас я оденусь. Сейчас кто-нибудь сверху надену. Вот это вот slip dress. Вы знаете, что slip dress, это не от слова спать. А от слова slip соскальзывает. То есть вот оно такое, что его так раз, и оно соскользнуло. Очень мне оно нравится. Значит, они из трех цветов. Есть вот такой, есть черный. Даже в четырех, по-моему. Есть такой черный, такой светло-салатовый. И, по-моему, серый. Ой, бежевый. В общем, не помню. Опять же, я снимала. Найду, вставлю сбоку картинку. Мне нравится, что у него есть карманы. Это очень классно. Я никогда не видела slip dress в карманы. Мне нравится, что у него регулируются шлейки. То есть, знаете, что их можно сделать длиннее и короче. Мне нравится его длина. Довольно хорошая. Не очень длинная, не очень короткая. Мне нравится его фасон, что оно вот тут вот не очень такое большое под мышками. Кстати, у него есть молния. Вот здесь вот. Но я влезла в него без... Не расстегивая. Я даже не знала, что есть молния. Я просто надела, и оказалось, что вполне я влезаю. Влезаю в него без того, чтобы расстегнуть. И у него есть, по-моему, да, подкладка. Видите? Действительно, хочу сказать, что у меня много есть slip dress. Но вот это вот действительно очень, очень удачно у него. Правда. Оно очень такой хороший фасон. Вот A-силуэт. Не очень широкая, не очень узкая, не очень длинная. И вот регулируются шлейки. Это очень важно. У меня карманы, конечно. Супер. Так. Попробуем его в нескольких вариантах. Безусловно, с кардиганчиком. Вот так все девочки примеряют. Так плечико спускают. Вот. С кардиганчиком. Конечно, безусловно, можно его носить. На более теплую погоду. Если вот... Потому что кардиган, по-моему, хлопковый. Но мы посмотрим сейчас. Если на улице жарко, а потом вечером становится холодно, вот вполне можно прихватить такой кардиган, надеть это платье. Или даже зимой, в принципе, вот надеть его вот так вот с кардиганом. И вполне можно в него так ходить. Получается, что оно как будто бы... Как будто бы это юбка. И корточка. И топик. А на самом деле это платьица. Вот так. По-моему, неплохо. По-моему, очень. Очень даже красиво и симпатично. Кардиган эти тоже есть всяких цветов. Они есть белые. Еще какой-то цвет. Тоже я снимала, а потом поставлю рядышком. Безусловно, такие платья можно носить как сарафан. И вниз пододевать, допустим, тонкий свитер. Если зимой. Или вот какую-то вот блузку, рубашку. Но я, если честно, больше люблю свитера. Хотя вот если белую блузку надеть, вниз то тоже будет неплохо. Я хотела надеть вот эту, вот если честно, попробовать. Но у нее такая низкая пройма, что он у меня сюда не влезет. Вот, кстати, в таком варианте, как сейчас, можно немножко распустить шлейки, сделать их длиннее. И тогда вот эта вот область подмышки не будет так сильно, знаете, она немножко, не то чтобы жмелая, но так плотненько. Особенно, когда внизу надет свитер или какая-то рубашка, вот можно немножко шлейки отпустить. И они будут немножко, он будет длиннее с одной стороны. С другой стороны, вот здесь вот, оно будет немножко ниже. Это будет намного удобнее и лучше. Естественно, свитер должен быть тоненький, потому что, если что-то толстое внизу, оно будет комячиться. Это будет некрасиво. И поэтому я не люблю носить рубашки под такие платья, потому что свитер все-таки он так как-то облегает. И, в принципе, вот здесь нет никакой лишней материи. Если только у вас блуза такая очень приталенная, тогда нормально. А если она такая не очень приталенная, то это будет немножко не очень аккуратно выглядеть. Ну, в общем, вот так. Неплохо, по-моему, неплохо. Мне прям нравится она эта платья. Прям очень нравится. Мне кажется, очень неплохо это выглядит с этой джинсовой курткой. Особенно, если учесть, что платье синее, белый свитер и такая синяя с белой полоской курткой. По-моему, неплохо. Очень симпатично. Да, мне прям нравится такое сочетание. Здесь тоже есть карманы. Ну, что ж, давайте посмотрим на цены и размеры. Значит, розовый кардиган у нас был размер medium. Стоил он 40 долларов. И в составе его 58% хлопок и 42% полиэстер. Ну, видите, я так чувствовала, что он хлопковый, но не 100% хлопковый. Хороший, приятненький такой кардиганчик, хороший цвет, красивый. И такой, знаете, пуговицы в цвет. Не черные. Оля. Оля всегда из Вильяндии, всегда спрашивает, почему везде ли это черные пуговицы? Так вот здесь они не прилепили. Здесь пуговицы в цвет. Да, в общем, ну, вот так вот. Следующий. Давайте посмотрим вот эту куртку. Так, так, так. Видите, какая она интересная? Очень симпатичная и очень хороший состав. Такой прямо, знаете, прямо плотная ткань. Давайте посмотрим состав ее. И вот 99% хлопков и 1% спандекс. Стоит она 50 долларов. Дороговато, конечно. Это размер смол. Я примеряла. То есть вот они довольно большие. То есть видите, размер смол. Он довольно широкий. Здесь у нее карман, здесь у нее карманы. Внутри у нее тоже, кстати, карман. Может, это мышцковая? Нет, ничего не написано. Что-то мужская или женская? Такая юнисекс. А, пуговица на какую-то. Пуговица на женскую, по-моему. Так. Свитер белый. Очень базовый. Тоже размер медиум я примеряла. Стоит он 40 долларов. И состав входит 2% район. 20 котон, 23 найлон и 55 акрил. Хороший, знаете, очень тоненький. Видите, как интересно сделано? У него вот так вот он связан. Вот так. А здесь вот так. Немножко какой-то такой сделали. Они фарсончик придумали. Такой необработанный край. И он очень тонкий и очень такой, знаете, незаметный. Очень базовый цвет такой. В принципе, зависит от цвета. Но вот этот цвет прям молочный, базовый и хорошая горловина. Мне нравится вот такая горловина. Как будто розочка симпатичная. Немножко неплохо выглядит какой-то размер медиума. И платье. Платье тоже у нас был медиум. Стоит оно 40 долларов. Не страшно. Значит, состав полиэстер и подкладка тоже полиэстер. Ну ладно. Значит, вот здесь у него есть молния в шве. Видите, аджастабл бретельки. Ну, то есть их можно менять по длине. И оно такое немножко... Я, честно говоря, думала, что это вискоза. Потому что оно немножко такое, знаете, как с блеском таким чуть-чуть. Но нет, полиэстер, полиэстер. Но платье хорошее. Прямо очень хорошее. Все, девочки, дорогие. Я страшно раскрепалась. Потому что от всей этой синтетики у меня просто волосы встают дыбом. Это статическое электричество у нас прямо в жалстном сети. Через голову снимаешь, одеваешь, снимаешь. И волосы просто как мочалка у всех этих примеров. Все, я надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Я надеюсь, что вы что-то почерпнули из моего видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. И плюс, мы увидимся в следующем видео. Пока-пока-пока.